Всем привет! Сегодня второй день макияжного марафона от Наталины. И достаточно простой макияж, который очень легко и быстро воплощать, особенно с учетом того, что у меня есть палетка Джо Брейкер, красные Наташи Деноны, всякие синие Блю Блады и так далее. Так что, думаю, что быстро справлюсь. Я со вчерашнего дня, как вы видите, распыла дреды и у меня были такие прикольные кудряшки, но за ночь они, к сожалению, все распрямились, поэтому я просто такая лохматая. Видите, я специально не расчесывалась, потому что это должно, как мне кажется, сочетаться с образом больше. Я сейчас сижу еще согнувшись в три погибели, чтобы было нормально видно, потому что если я сяду так, то видите, где у меня там голова. Так, ну что, начинаем. Я сразу скажу, что я подложку делать не буду, потому что у меня таких оттенков для подложки тупо нет, и я имею достаточно пигментированные палетки, которые легко наслаиваются, и, собственно, поэтому я облегчу себе этим жизнь. Но для начала я нанесу базу под тени. Я всегда использую в Сен-Лоран, и я жду, когда она у меня закончится, чтобы купить себе уже Urban Decay или Paint Pot или что-то типа того. Просто спонжем вместо консилера, грубо говоря, набиваю эту базу в уголок от глаз. Я решила сегодня сначала сделать глаза, а потом лицо, потому что я с недавних пор начала делать наоборот, и мне все-таки этот способ не очень подходит, потому что я пользуюсь тенями так, что они все разлетаются вообще во все места, и все осыпается, и мне потом это в итоге бесит. Это на фотках, конечно, незаметно будет, но, тем не менее, меня это не очень устраивает, потому что потом под глазами просто оказывается месиво. Мне, кстати, кажется, то, что этот макияж бы идеально подошел в мой обзор палетки Joe Breaker. Он как раз-таки включает в себя, мне кажется, все оттенки этой палетки, ну, точнее, оттенки, которые в этой палетке есть. Сначала я возьму желтый, наберу на небольшую кисть, желатый матовый, и набиваю это во внутренний уголок глазу. Вот видите, как он сразу ярко ложится. Я наношу желтый оттенок интенсивно вот на эту часть, примерно до сюда, и сразу буду делать второй глаз. Я не уверена, что я буду делать какое-то жидкое стекло, потому что я обычно фоткаюсь очень-очень долго. Я просто боюсь то, что неимением специального блеска для век у меня просто все скатается раньше, чем я успею это на себе сфотографировать. Прям вот очень хорошо это все на слайду, как вы видите. У меня прям желтый лег достаточно ярко, и никакая подложка здесь не нужна. Затем я беру оранжевый оттенок SAC этой же кистью. Также его прям плотно, хорошенечко набираю. Добавляю вот сюда. Смешиваю его сразу с желтым. Смотрите, какой градиент красивый получается. Немножечко также выхожу на складку века. Потом дальше хочу для перехода взять оттенок FAC. Здесь оранжево-персиковые оттенки. Все как-то SAC, FAC. Не очень понятно. Это я делала для того, чтобы был более мягкий переход в розовый. Также плотно набиваю. Видите, совсем немного. И затем беру розовый оттенок Bubble Gum. Нашлепываю его вот в эту область. Делаю немножечко оттяжку к виску. Чистю этой кисточкой и немножко подтушу вот эту вот границу. И затем я возьму синий оттенок Soaked. Тоже из Joe Breaker. Я думаю, что мне сегодня Blue Blood не понадобится. И вот так вот добавляю это вот сюда, на внешний уголок глаза. Также мне кажется, что мне сюда еще нужен переход немножечко сиреневый, чтобы его сгладить. Переход между розовым и синим. Вот как-то так. Только теперь это нужно все сгладить. Я думаю, что я возьму голубой оттенок Brain Freeze. И синий проще втушевался в кожу. И вот так вот это примерно все выглядит. Надеюсь, вам все хорошо видно, потому что я не могу контролировать освещение. Сейчас я точно таким же образом накрашу второй глаз. И вернусь к вам дополнять нижнее веко. Вот я сделала макияж нижнего века. И я взяла просто оттенок Soaked. И растушевала его с помощью оттенка Brain Freeze. И получилось вот примерно так. Сейчас я также возьму кисть бочонок. И буду его также просто наслаивать на нижнее веко. Я прям его наслаиваю, видите, прям сильно-сильно, чтобы у меня был яркий пигмент. С плоской кисточкой, этим вот голубым, немножечко подтушу. И с глазами, в принципе, все. Мне сейчас останется накрасить и наклеить ресницы. И все, я буду красить лицо. Итак, я накрасила глаза, наклеила ресницы. Себя провела слизистую на нижнем и на верхнем веке. Как вы можете видеть, это выглядит. Вот так. Сейчас я возьму свой тональный крем Collagen. Нанесу на руку несколько капель и буду уже это наносить на лицо с помощью бьюти-блендера. Кстати, не так уж и сильно у меня там все осыпалось под глаза. Точнее, вообще ничего не осыпалось, я бы даже так сказала. Я все время забываю, вот когда наношу базу или консилер на глаза перед началом макияжа, я все время забываю про то, что у меня здесь тоже будут же тени и здесь тоже. И наношу только вот на все, что находится внутри орбитальной косточки, если так можно выразиться. Короче, надо себе все-таки как-то будет запомнить и взять привычку в то, что нужно эту базу разносить прям вот много, чтобы у меня вот здесь вот не было никаких затыков и так далее. До меня тут только что еще дошло, что я могу опустить стул и не сгибаться в три погибели, чтобы не болела спина. И сейчас я возьму вот такую кисть и сделаю себе контурирование. Я люблю контурирование, больше всего делать с помощью такой пушистой кисти от Релуи. Набираю скульптор, также от Релуи, немножечко его вбиваю в кисть с помощью крышечки, наношу его вот чуть-чуть повыше. Мне Настя показала как-то этот способ, я даже не обращала внимания, я всегда наносила скульптор вот чуть ниже. А сейчас вот прям на скулу и так вот сразу заметнее контрастность становится. Какой же крутой скульптор. Вот я его недавно починила, он выглядит немножечко как кусок дерьма, но все равно он такой хороший, что его придется заказывать, мне кажется, пожизненно, постоянно и не дай бог его когда-нибудь снимать с производства. И сейчас я нанесу румяна, Наталина использовала холодный оттенок румяна. Вот у меня были прям, знаете, прям такие малиново-розовые. Я возьму вот такие вот румяна от Asos. Они очень яркие, очень сильно пигментированные, поэтому их нужно прям совсем немножко. Поэтому возьму такую вот кисть, нанесу, немножечко вобью поглубже. И видите, такой получается прям легкий-легкий оттенок, очень красиво. Вот с таким оттенком лучше не перебарщивать, потому что он может дать вид аллергии. Вот, например, видите, если его как-то слабо растушевать, далее я его втушевываю в скульптор. Все-таки вот здесь вот ярковато получилось. Не знаю, как на камере, конечно, но в жизни реально выглядело ярковато. Также нанесу на нос, на кончик, на подбородок, на лоб, немножечко втушую это все в скульптор. И затем нанесу хайлайтер. Я хочу себе также холодный хайлайтер. Я возьму палетку Blue Blood, и я буду использовать оттенок Crystal Flash. Также набираю его таким вот образом на кисть от Reluie, вбиваю в крышку, чтобы он помягче отдавался. И переношу уже на скуловые части, на галочку купидона. С ними также нужно аккуратно, потому что это все-таки тени, и они могут быть ярче, чем нам нужно. Например, вот здесь вот у меня так и получилось. Сниму это немножечко бьюти-блендером. Так, сейчас я накрашу брови с помощью карандаша и туши для бровей, и вернусь к вам. Так, я полностью сделала макияж, и я думаю, что я оставлю вот такие вот волосы, потому что, видите, они выглядят так небрежно. Я их специально не расчесывала. Я надеялась, что у меня останутся кудряшки после расплетения дред. Но этого, увы, не произошло. Поэтому я думаю, что... Ну вот, тут есть какие-то такие вот волнушки, но это, естественно, совершенно не то, чего я хотела. Но все равно вот так вот мне нравится. Волосы выглядят объемно, и при этом аккуратно небрежно, если так можно выразиться. Итак, не знаю, что добавить еще из аксессуаров, если честно. Потому что у меня ничего такого яркого нет, чтобы могло бы сюда подойти. Вот, насчет глосса я пока что не уверена. Если я буду его вставлять в образ, то только, наверное, когда я уже поставлю себе весь свет, сфоткаюсь с матовыми тенями, и только после этого тогда, наверное, я глосс добавлю. Чтобы быть уверенной, что у меня точно ничего не съестся. Сейчас я буду расставлять свет и фотографироваться. Я опять себе замутила здесь такую же фотостудию, что и вчера. Как вы можете видеть, вообще, я обожаю эту лампочку. Она моя самая любимая. Также у меня, опять же, здесь стоит софт. Сейчас меня Семен придет фотографировать. Но по факту, когда мы начнем, он уже скажет вообще, что, как, может, добавить что-то нужно или не нужно, наоборот. И я сейчас себе положу здесь вот рядом блеск для губ, чтобы, если что, сразу нанести это на веки. Кстати, да, макияж я сделала уже часов пять назад. Я просто все это время монтировала видео. И сейчас уже полу второго ночи. Я только начинаю фотографироваться. Я решила себе нанести глосс. Сделаю это прям пальцем поверх всего. Только Сем фоткай, пожалуйста, чтобы было видно, что у меня блестят веки. Хорошо? Угу. Посмотрела фотки. И там есть, конечно, те, которые мне нравятся. Вот. Но я, если честно, сегодняшний фотосет себе представляла немножечко по-другому. Я там придумала такую идею, которую собиралась воплотить. Но, как видите, слишком поздно уже сейчас. И сейчас уже не до этого. Потому что Семен вообще героически выстоял в роли фотографа. Потому что уже очень хочется спать, если честно. Надеюсь, что свою идею я еще смогу этому марафоне воплотить. Поэтому пока ее рассказывать не буду. Все. Всем, кто собирается спать, спокойной ночи. Итак, давайте сейчас обсудим обработку фотографий. Первым делом я захожу в обрезку. И затем в ретушь. И опять выбираю убрать. И чищу долго лицо. Кстати, заметила, что вам походу понравился такой гайд по обработке фотографий. Была очень приятная обратная реакция. Подтвердите, пожалуйста, еще раз, нравится вам или нет. Убираю я все крупные части, все крупные поры. Здесь что-то не убирается особо. Это я другим инструментом уже исправлю. Ну а все, что подвластно убрать, убираю. Дальше беру чистку и вот как раз-таки исправляю то, что у меня не убралось. Мне так становится гораздо лучше. Картинка немножко высветляется и кожа ровнее. Дальше мне нужен дефокус, чтобы размыть фон, потому что шторы размыты недостаточно. Ставлю на 21% и все. Затем мне нужно добавить объем волосам. Это я делаю с помощью инструмента уточнить. Также заодно поправляю поплывшую штору. В принципе, все. Дальше мне нужно сделать цвет. Я опять выбираю синий пресет. И мне нужно немножечко дальше подкрутить уже под фотографию этот фильтр. То есть поднять экспозицию, опустить контрастность и так далее. До и после. И все. Сохраняю фотографию. Всем спасибо за внимание. На самом деле сегодня у меня, вот у меня первый день марафона. Но это видео будет по технологии вторым. Потому что макияж тоже второй, так как у меня очень мало времени. И сейчас уже 7 часов вечера. У меня обычно образ занимает часов 6 с прической, с тем, чтобы что-нибудь на себя надеть, с тем, чтобы сделать макияж. Но, как по мне, первый макияж немножечко сложнее, чем второй. И поэтому сегодня я буду честной. И я скажу, что сегодня у меня вопрос стоит не в трудности, не в каком-то офигительном исполнении. В том, чтобы сделать неплохо и быстро. Потому что я уже пропустила 2 дня от марафона. И я объясню, почему я пропустила. Немножечко позже, может быть, по ходу создания макияжа. Потому что, честно говоря, это видео должно было быть совершенно не на телефон, а на что-то новое. Но это что-то новое никак не может ко мне приехать. Я, честно говоря, по этому поводу очень сильно злюсь. И, в общем-то, вот это вот и есть загвоздка, по которой я отсрачивала до последнего снятия этого видео. А сегодня уже просто дедлайн, и невозможно больше дать. Поэтому мы сегодня делаем так вот, как вот можем делать. Я сейчас буду параллельно смотреть видео с макияжем на ютубе и делать его. Но я сначала буду делать себе лицо, а потом уже глаза. По той причине, что я купила себе спрей вот этого Cloreal Colorista. Я попробовала сделать им веснушки. Я очень сильно боюсь, что если я сделаю себе полное лицо, глаза, а потом бобшикую спреем, я всё испорчу. Поэтому я решила, что я сделаю себе лицо веснушки, а потом уже буду делать глаза. Надеюсь, что ничего не осыпется. Буду очень сильно стараться и молиться всем богам. И надеяться, что всё пойдёт по плану. Итак, для начала мы используем нечто увлажняющее под тональный крем. Но я думаю, что у меня это будет какой-то крем. Просто это конкретно Beauty Bomb. Блин, я без ногтей сейчас могу мазать себя вообще просто в любых местах пальцами. Это так странно, на самом деле. Я уже не красилась, мне кажется, неделю. И, ну нет, мне не держи поменьше. Мне сейчас очень непривычно. Я вообще не уверена, что у меня сейчас что-то получится сделать. Хотя я выбрала самый, как мне кажется, несложный вариант. Он несложный для меня, потому что он графичный. Графично можно нанести всё, что угодно, мне кажется. Главное аккуратно. Главное соблюдать вот эти вот линии и не мешать с собой разные цвета, чтобы не получалось грязи. А всё остальное, мне кажется, довольно легко. Поэтому вместо того, чтобы делать себе сегодня как кризы, ровные линии, ну как ровные в плане, они должны быть ровными, но изящными. Вот вместо этого я решила, что сегодня лучше поработать с цветом, но графично. Это для меня гораздо легче. Дальше консилер. Я думаю, что сегодня можно взять тарт и наносить его спонжем, чтобы он был менее плотным. И распределяю его по всему под глазью. Блин, я сейчас так тороплюсь, вот это всё быстро-быстро хочу сделать, но как бы мне это не вышло боком. К сожалению, сегодня и фотка будет не такая классная, потому что камеру Дианину я ей вернула. И я буду фотографироваться на телефон. Скорее всего, это будет телефон мужа. У него Samsung Galaxy S10, который типа такой суперяркий, суперклассная камера. По-моему, тоже их там три штуки, как в последних айфонах. В общем, я буду фоткаться, наверное, на телефон мужа с его помощью. И не знаю, что получится из-за этого. Надеюсь, что что-то путное. В качестве тона я использую коллаген с муцином улитки. Некоторые вещи, опять же, у нас ставятся неизменными, ребятки. Блин, мне кажется, что картинка на камере какая-то слегка замыленная. Но я саму дырочку вот эту камеру протирала, блин, столько раз, что это уже, походу, всё. Это телефон стареет, и камера у него убивается потихоньку. А это вообще нормально, что в тот момент, когда я говорила, что камера телефона потихоньку ухудшается из-за того, что он падает, у меня упала держалка для телефона, и просто разломалась так, что я больше не могу сюда вставлять телефон. У меня отломалась одна из частей. И вот поэтому будем сидеть в таком ракурсе. Короче, сегодня всё против меня, но это просто ещё больше подстёгивает к тому, чтобы сделать что-то путное. И вопреки всем неудобствам и всем вот этим вот казусам, сегодня надо сделать классный макияж. В этом макияже было сказано, что брови должны смотреть максимально пушисто наверх, и мы делаем это с помощью геля от Lime Crime. Дальше мы припудриваем Т-зону под глазами, вокруг носа, короче, везде, где обычно припудриваем. Я возьму прессованную пудру от Enough Collagin у меня, она типа увлажняющая, но эффект увлажнения от пудры я, честно говоря, особо не верю, но сама пудра неплохая. Активно контурируюсь. Румяны сегодня должны быть активные, холодного розового оттенка. Я в целом думаю, что мой обычный оттенок румяны, самый любимый, вот этот вот Dundaleon с дырочкой, они довольно полупрозрачные, но если нести их активно, то это будет вот прям то, что надо. Ну и так как у меня пока не накрашены глаза, а глаза будут яркие, мне кажется, что румянец можно добавлять по ходу дела, то есть сейчас будет не очень понятно, достаточно его или нет. Потом уже, может быть, придется добавить чуть-чуть побольше, потому что сейчас как бы и вот так вот мне уже довольно ярко, когда вообще ничего не накрашено, и в общем, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Еще сейчас поняла, что как же я буду клеить скотч себе для графичной формы, если я уже сделал себе тональный. Ну, об этом мы подумаем, видимо, чутка попозже. Так, дальше уже идет помада веснушки. Я думаю, что я добавлю хайлайтер сейчас себе. Я думаю, что он, наверное, все-таки должен быть какой-нибудь красивый. Я беру такую палетку от JADE, делаю просто вот так вот по всем оттенкам и наношу себе хайлайтер на все выступающие части, и на кончик носа, и на переносицу, и на вот эту вот косточку, и на вот эту вот, и, короче, везде. Дальше там идет помада, я думаю, что пока мне торопиться с этим не стоит, сейчас сделаю себе веснушки, и это будет очень страшно, и я надеюсь, что мы сейчас все не испортим. Я заказала себе точно такой же спрей от L'Oreal в том же оттенке, это оттенок красное дерево. Он приехал ко мне сегодня, я очень надеюсь, что у меня сейчас получится сделать как надо, а не как не надо. Я буду держать вот на таком расстоянии, и с богом. Ну, что-то напшикалось, но не очень видно. Куда-то оно брызгает, как будто прямо вот куда-то вокруг меня. Я слышу просто вульканье какие-то, а на лице ничего. Ну, что-то есть однозначно. О, о, я вижу прям такие кусочки веснушек. Ну, давайте еще на лоб тогда бахнем, везде, чтобы было. Главное зажимать эту переднюю часть носика. А, все, я вижу, где мои веснушки, они все на футболке. Ну, я не буду показывать, но там все в говне. В общем, надо зажимать переднюю часть носика и аккуратненько, типа, пшикать. Сейчас главное не осмелеть в конец, и не бахнуть себе так, чтобы пятно было. А то у меня сегодня была вот такая вот херня здесь прям, но это была первая проба. Ну, что-то типа того, походу, да? Ну, немножечко мы сейчас это все спонжиком подукротим. Переходим к глазам, я думаю. На этом стоит остановиться, а то я сейчас нафигачу. Но в целом смотрится очень натурально, прям вот натурально-натурально. И, конечно, на лбу можно было бы побольше, но давайте на лбу добавим, и все. То есть больше не будем добавлять. Вот об этом я и говорила. Вот, именно об этом я говорила, когда говорила, что сделал сначала лицо. Все, на этом мы точно останавливаемся и переходим к глазам. Блин, веснушки сразу такую делают молодую, такая вся, знаете, прям конопатая такая. Сразу озорнится, как будто бы просыпается. Обязательно будем переодеваться после этого, потому что все испачкано. Переходим к глазам. Сейчас будет много подложек и всего-всего-всего. Так, я взяла два кусочка скотча, разорвала их пополам и сделала вот так. Чтобы тон минимально у меня повредился, я очень сильно сняла клей от скотча об руку. И потом уже приклеила на глаза. Видите, он хреново держится, поэтому мне надо быстренько решить проблему с подложкой синей. Впрочем, как и в прошлом марафоне, у меня синей помады нет. У меня есть вот такая помада. Она такого, знаете, зеленочного оттенка какого-то, непонятно, синий-зеленый. В общем, когда она больше как бы растушевана, она дает более зеленый оттенок, но в целом подходит. Я думаю, что в качестве синего оттенка я возьму сегодня. Я так не хотела это делать, но придется. Чтоб тебя за ногу ненавижу, блядь, эту палетку. Вот это вот чудовище будет сегодня мне служить, надеюсь, верой и правдой. Я возьму сегодня оттенок Blue Mandy отсюда. Это вот этот вот синий, который очень плохо наслаивается. Он просто отвратительный. Нам придется сегодня его приструнить и очень аккуратно с ним работать, чтобы он просто хотя бы просто лежал на глазах, не стушеваясь ни с кем, просто лежал на глазах. Я надеюсь, что это получится сделать. Я наношу помаду сначала и делаю диагональную вот такую тушевку. То есть я вот так вот буду сейчас все мазать и растушевывать. И на нижнее веко тоже, чтобы заходило. Сразу тушу синтетической кистью. Как-то вот так вот это, наверное, должно быть. Ну, в общем-то, вот моя графика. Здравствуйте. Все, это максимум, что надо сделать с этой подложкой больше. Нет смысла никуда идти, потому что дальше у нас будет уже наслаивание из других оттенков. Мы сделали такую стрелочку, чтобы от нее отталкиваться. Так как мы сегодня делаем косплей на рыбку, то можно немножечко поэкспериментировать с формами, я думаю. Это у нас нетипичный макияж. У нас все-таки вдохновение какими-то конкретными образами, чтобы это выглядело как-то зрелищно. В общем, смысл такой. Мне кажется, что нормально сойдет. Нужно добавить розовую помаду в качестве подложки дальше. Оранжевое и желтое. Оранжевого и желтого, к сожалению, у меня вообще нет. И, увы, я их никак не смогу придумать даже, потому что у меня ничего похожего на эти оттенки в виде помаджетких матовых нет. Я возьму розовый и добавлю совсем чутка вот сюда вот, чтобы просто разграничить розовый с синим. Думаю, что немножечко добавлю. И вот так вот еще немножко прорисую дальше. Такая акварельная рыбка получается. Я не фанат таких макияжей, мне это как-то не очень близко. Я такое никогда бы себе сама не сделала. Но обычно, когда уже финальный результат я вижу, мне очень сильно нравится, что получается. Надеюсь, что сегодня будет не исключение. Хотя я уже вижу, что в каких-то местах мне придется сильно постараться, чтобы исправить некоторую форму. Например, вот тут вот я буду проходить с консилером сверху. Я начну закреплять от синего. Это будет сейчас очень такой опасный момент. Беру маленький бочонок и набираю оттенок Blue Monday. Господи, спаси, сохрани, а? Ну, пока неплохо. Сказать, что меня устраивает это вот место, это будет неправда. Я немножечко вот здесь вот поправила форму. Просто кисти с консилером довольно графично провела. И убрала немножечко вот тут вот под бровью. Именно под ложки, пока тени туда не наносила. Я делаю точно так же, как делала Наталина в своем видео. У меня есть такая палетка. И я использую оттенок вот этот вот ярко-розовый в перемешку вот с этим вот ярко-фиолетовым. Делаем все по схеме. Я решила сейчас немножечко соединить на нижнем веке розовый также с синим. И так как я синий ввела немножечко сильно глубоко вниз, я прямо на него наслаиваю розовый. И, в принципе, получается довольно неплохой эффект такой. Фиолетовинка получается некоторая, но мне нравится. Я думаю, что немножечко оранжевый и желтый там все-таки еще будет заметно. И сейчас я буду наносить их также из этой палетки по уроку Наталины. Все буду прямо делать шаг в шаг, точно как у нее, по цветам. Потому что я думаю, что лучшего варианта, как добиться результата нужного, у меня нет. Но в целом, когда я почистила форму, стало выглядеть четко получше и как-то более симметрично, мне кажется. В общем, сейчас буду добавлять себе дальше оттенки уже финальные, без подложки. Я думаю, что эта палетка довольно пигментированная, и у меня все получится даже сделать без жидких матовых помад снизу. Так, дальше мы смешиваем оттенок оранжевый с желтым и наносим их дальше. Получается довольно красивый, закатный такой оттенок. Вот как-то так, в общем. Но, в принципе, оранжевый и без желтого смотрится там неплохо. Оттенки у меня не четко друг с другом разграничены. Видно, что они входят один в другой, но при этом нет никакой грязи. То есть все довольно плавно, но как-то, не знаю, как-то художественно получается. Дальше беру просто желтый и наношу в самый уголок. И создаю такую вот тут вот полукруглую форму. И немножечко потом чистой кисточкой пройдусь по границам каждого из оттенков вот тут вот. И немножечко их друг друга вмешаю. Такая рыбка получилась, ребят, мне очень нравится. Надо только немножечко с нижними границами что-то еще сделать. Сейчас я посмотрю на себя поближе и подумаю, чего тут не хватает и что можно было бы добавить. В принципе, тут вот надо бы как-то почистить. Но вообще эффект прям хороший. Сейчас я добавила черную слизистую, провела немножечко по ресничному краю нижнему. И также я взяла оранжевый оттенок, все тот же самый, который называется Peeling Myself, который я мешала с желтым. Вот этот вот оранжевый. И вот взяла его чутка, набрала и просто прошлась по границе всей формы. Вот так вот соединила все оттенки в один. То есть у меня граница такая плюс-минус одного оттенка стала. А внутри все-таки есть разница по цветам. Я хотела бы еще немножечко добавить ярко-розового оттенка, потому что он у меня немножко затерялся, мне кажется, среди всех остальных. Я не буду мешать его с фиолетовым. Вот раз я возьму прям такой ярко-ярко-насыщенно-розовый и добавлю его сразу за синим, потому что он у меня что-то слегка потерялся между двух других. Просто чтобы он был там вообще заметен. В общем-то, мне и такая концепция цветов нравится, которая сейчас у меня происходит. И, конечно же, это не стоит рассматривать как что-то, знаете, такое типа а-ля color make-up. Нет, у нас тут все-таки такая довольно художественная тема. И, конечно же, я бы не стала делать такие четкие границы, но у нас тут конкретная задача есть, конкретный какой-то референс. И я думаю, что если это что-то такое более вольное у нас, какая-то вольная тема, то не обязательно делать себе тушевки супер мягкие какие-то эти. Мне кажется, что по тематике данного макияжа, то это у нас вода, это морской конек, то это что-то, знаете, такое все-таки реально акварельное и очень такое плавающее. То есть я думаю, что я сейчас накрашу на кле ресницы и немножечко усили румянец и буду думать уже с прической и с одеждой и фоткаться. Все. Вот как выглядит законченный вариант макияжа с глоссом на веках. Я уже отфоткалась, из одежды надела просто такое боди, а-ля, купальник. Ну, в общем, я не знаю, сегодня у меня очень такой быстрый образ получился, но на самом деле мне в финале очень понравилось, как все смотрится. В совокупности у меня вот уже начал течь он под глаза, потому что я нанесла на нижние века в том числе. Такой вот сегодня коню-горбунок получился у нас. Все, снимаем реснички и пойду уже оттирать глосс, потому что мне кажется, он опять затекает мне в глаза и мне уже становится больно. Все, всем до завтра.